Это улица Степная, на окраине станицы Гастагаевская. Здесь низина. Если идет дождь, то по ней трудно пойти, не замочив ноги. А во время ливня проезжая часть и вовсе превращается в бурную реку. Все потому, что у обочин должна быть дренажная система. Здесь она похожа на пунктир. Где-то есть, где-то нет. Здесь есть только вот у нас в трех домах. Строители, как изначально, прокопали. И вот в этом доме, вот видите, канава есть. Эти канавы во время воды, дождя, вот эта паводка, все наполняется, бежит здесь сплошным потоком. То есть здесь все смывает. Отсыпали дорогу в том году. Дороги нет, как видите. Все буквальным образом. Канавы, все бежит. То есть здесь даже дети. Чтобы пройти в магазин, мы одеваем брони. Вопрос подняли на заседании Станичного совета общественности с участием депутатов и представителей муниципалитета. Глава Гастагаевского сельского округа Олег Нехаев пояснил, что для начала земляных работ, помимо схемы расположения водовода и линии связи, нужно еще и согласие всех жителей. Координировать действия взялся депутат горсовета Геннадий Демурчев. Договорились встретиться на месте через неделю. Заседание внеочередное. Его организовал отдел по работе с обращениями граждан городской администрации. Один из самых острых вопросов – газификация. В Станице уже есть распределительные станции. Местные жители подготовили проект. Но ситуация уже два года не сдвигается с места. Мы за две недели собрали деньги. Это значит, что мы где-то в начале, в конце февраля были. В марте мы уже отдали все деньги. Но у нас документация уже должна была быть готова. Как нам все говорили, что будет готова у нас к сентябрю месяц. И мы попадаем в программу 2016 года. В городском управлении капитального строительства пояснили, что деньги, собранные станичниками, никуда не пропали. Больше года потребовалось на проектирование и экспертизу. В конце 2016 года документы направили в администрацию Краснодарского края. Именно из бюджета региона должна поступить большая часть средств на строительство. Заявок слишком много, поэтому образовалась очередь. Будем надеяться, что на следующий год нам дадут на 4 объекта. Если нам не дадут на 4 объекта, то будем надеяться, что на 19. Вот такая ситуация. Еще один проект сначала прошел государственную экспертизу. Затем газовики потребовали предусмотреть другой тип труб. В итоге и они, и заказчик проекта обратились в Министерство регионального развития, чтобы разрешить спор. Ответ уже на пути в Гастагаевскую. Те, кто поднял вопрос в частной беседе, отметили, что прояснить ситуацию было важно не меньше, чем ускорить процесс. Так или иначе, но благодаря государственной программе софинансирование владельцев домов оплачивают лишь пятую часть от стоимости сетей низкого давления. Один из вариантов – обратиться с письмом в администрацию края с просьбой ускорить выделение средств. Как председатель Совета общественности предлагаю написать коллективное письмо от всех жителей по вот этим улицам, которые сегодня были озвучены. Заручиться поддержкой депутатов наших местных, заручиться поддержкой Совета муниципального образования, как-то получить поддержку со стороны главы. Тем более, что отсутствие газа увеличивает нагрузку на электрические сети. Местные жители обратили внимание на то, что этой осенью у части станичников периодически пропадало электричество. Иногда на сутки и более. Недавно массовые перебои были связаны с тем, что производилась реконструкция силовой подстанции 110 тысяч вольт Гастагаевская. Производилась замена трансформаторов и производилась замена высокотных проводов, чтобы обеспечить большую пропускную способность. Как мы уже разбирали из-за того, что здесь нету газа и большая масса людей этапливает с электричеством, у нас ежегодно растет мощность. Чтобы ее пропускать, мы вынуждены производить модернизацию. Без отключения, к сожалению, эти работы мы выполнить не можем. Число жителей станицы неуклонно растет, поэтому нагрузка на инфраструктуру также будет увеличиваться. Нынешняя встреча явно не последняя. Что касается газификации, то в Совете общественности пообещали держать жителей в курсе того, как продвигается проект. Продолжение следует...